В праздник собора всех святых в земле русской просиявших, который отмечала в минувшее воскресенье наша церковь, свой престольный праздник отметил Уральский храм, построенный на месте мученической кончины царя-страстотерпца Николая II, его семьи и верных слуг. Торжественную божественную литургию в храме на крови совершил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. Подробности далее. Доступи и спаси помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Этот пятикупольный храм в русско-византийском стиле двухуровневый. Верхний храм высокий, со множеством окон и уникальным беломраморным иконостасом, освящен во имя всех святых в земле русской просиявших. Чин освящения престола в 2003 году возглавили два члена Священного Синода. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, ныне находящийся на покое, и митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Центральным моментом престольного праздника Верхнего предела является прославление церковью святых, просиявших своими добродетелями в нашем Отечестве и молитвенное обращение к ним. Среди святых были люди всех сословий, от царей и императоров до бездомных и нищих. Праздник появляется в 16 веке, но к синодальному периоду, когда все устремились рубить окна в Европу, начали забывать об этом празднике. И вот праздник этот уходит как будто бы на нет, но уже потом, в переломное время, в 17-18 год, в самый разгар революции, на соборе вновь возвращается этот праздник, так сказать, утверждается. Понимаете? А в чем неуникальность этого события? В том, что те люди, которые принимали участие в соборе, они и свои имена в том числе вписали в этот святой синодик всех святых земли русской. Среди чествуемых в этот день святых были выходцы и из других стран, и не только русские, ведь главное не в происхождении и национальности, а в том, что угодники Божии явили нам подвиг святости именно на российской земле, воплотив в себе то лучшее, что восприняла в крещении Русь. У нас много особых дней. Каждый по-своему интересен, прекрасен. Сегодняшний день – это наш национальный духовный праздник, когда строят большое здание, вот такое, как этот храм, то кроме того, что укладывают кирпичики или заливают какие-то крепкие бетонные конструкции, обязательно укладывают стальную арматуру. В стенах заложены такие несущие связи, заложены такие конструкции, которые невозможно порвать человеческими усилиями. И когда мы говорим о русской святости, о русских святых, мы говорим именно об этих потрясающих, пронизающих и время, и пространство связи. Также в праздничный день митрополит Евгений вручил награды активным помощникам Екатеринбургской епархии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова